МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Я приветствую вас в этом зале. Хочу поздравить новую волну с 15-летним юбилеем. Всех нас поздравляю с этим праздником. И мы начинаем вечер, посвященный музыке в советском российском кино. Я прошу вас, не смущайтесь, не удивляйтесь моему костюму. Я не сошел с ума. Я не пытаюсь быть похожим на члена вокально-инструменциального ансамбля. Мне есть что одеть. И тем более не думайте, что мне не дают покоя образ моего друга Миши Боярского. Но просто дело в том, что вот эти вот мятые штаны и шляпа – это аксессуары моего героя в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих», которая была снята 33 года назад. А так как сегодня прозвучит музыка из этого фильма, и мы вообще говорим про кино, я позволил себе такую вольность напомнить вам и этот фильм, и этого героя. Итак, музыка в кино. Что такое музыка в кино? Страшная сцена, страшная музыка, любовная сцена, нежная музыка. И вот это такое кино под музыку – то, что я лично, честно говоря, не очень люблю. Я всю жизнь практически проработал с одним композитором, великим русским музыкантом, не боюсь этого слова, мы хорошие слова говорим только у гроба, великим русским музыкантом Эдуардом Артемьевым. Спасибо, что вы меня поддерживаете в этой миссии. И Эдуард, вообще мы называем его Леша, потому что он вообще Эдуард по паспорту, а в крещении он Алексей, поэтому я все время путаюсь, но будем называть его Эдуардом. Он очень дорожит своей музыкой, но он же мне сказал одну гениальную фразу. Он мне сказал, музыка – это все, что слышно. И это потрясающая мысль. Если относиться к звуку художественно, если относиться к звуку как к живому существу, то музыкой является все – и шаги, и треск половиц, и ветер в листьях, и журчание воды, и кипение чайника – все музыка. Я вам это продемонстрирую на одном маленьком эпизоде из нашей картины «Раба любви». Если вы помните, там есть сцена, когда нашего героя убивают на глазах у Лены Соловей. И Эдуард, Леша, я уже буду называть его, ну, вы понимаете, про кого я говорю, Артемьев написал замечательную музыку к этому эпизоду. Замечательную, пронзающую музыку абсолютно. Когда они разговаривают о любви друг к другу, когда они признаются в любви, и он говорит, что он сегодня придет, и говорит ей, почему вы не уехали в Москву, я скоро вернусь. И он уходит, она смотрит ему вслед, он садится в машину, и на ее глазах его расстреливают в этой машине. И эта музыка, и этот эпизод, он был такой квинтэссенцией эмоций. Но ее было так много, что когда мы стали перезаписывать картину в миксаже, я вдруг увидел, что это беда. Мы в середине картины даем эмоцию, которую потом не поднять. Это масло масляное, это слишком много. Но сказать композитору, давай уберем музыку, это потом надо будет бежать от него 4 дня, пока он тебя не достигнет, или пока ты от него не спрячешься. Потому что композиторы чрезвычайно относятся к своей музыке, так сказать, с большим уважением и трепетом. И вдруг Леша мне говорит, давайте, давай сделаем потише музыку. Сделали потише. Ничего не получается. Давай еще потише. Еще потише. Опять не получается. Пауза. Говорит, давай уберем музыку. Мы убрали музыку. И стало слышно все, что творится в природе, в этом кафе. И когда мы постепенно убирали те или другие звуки, остался один, который, на мой взгляд, сильнее работает, чем музыка, потому что это эмоция, переданная через концентрацию в звука, когда музыкой становится просто звук. Давайте посмотрим этот эпизод. Покажите, пожалуйста, его. Раба любви. Родион Нахапетов, Елена Соловей. Ну, а теперь начнем наш вечер. И начнется он с песни «Просто подари» из фильма «Любовь в большом городе» режиссер Мариус Вайсберг. Андрей Олексин, он и автор слов, и автор музыки. Эта картина вышла несколько лет назад, совсем недавно, в общем. Она пользовалась довольно большим успехом, снималась она в Нью-Йорке, всего снималась 27 дней. И эта картина, в которой были заняты и молодые, и не очень молодые, но талантливые люди, но примечательна она другим, примечательна она тем, что в этой картине снялся Филипп Киркоров. Филипп Киркоров очень хочет сниматься в кино. Он мне это говорил не раз, упрекал меня в том, что я снимаю всех, кроме него. Ну, это обычная, так сказать, практика актеров. Но дело в том, что в этой картине он играет небольшую роль Святого Валентина и поет эту песню. Проблема заключается в том, что актер, певец, шоумен, звезда на сцене, когда приходит на экран, если он приходит не в своем амплуа, зрителю очень трудно отделаться от того образа, который он создал уже на сцене. И в этом смысле это довольно сложная работа для режиссера, и вог менять. Но вчера я посмотрел отрывочек из спектакля, который ведется Киркоров, Филипп, называется он «Я». Я в нем увидел серьезного драматического артиста. Я с удивлением и радостью сегодня сказал Филиппу «С тобой можно работать». Мне кажется, он обрадовался. Я ничего ему не обещал еще, но тем не менее я очень рад, что, имея такой опыт за спиной, огромный, и имея образ, на который он работал всю жизнь, он может и не боится быть другим. Это очень хорошее, важное качество бесстрашия актера, человека, работающего на сцене или в кино. Итак, Филипп Киркоров, просто подари музыка из фильма «Любовь в большом городе». Встречайте! Ласковое солнце мое В паутине облачных дней Только как увидел ее Стало и светлее, и теплей Заиграла в сердце как пель И в душе проснулся апрель И любовь, что долго спала Обрела два белых крыла Просто подари мне один только взгляд И волшебный свой поцелуй подари И я сразу сказочно стану богат Богат, чем все принцы и все короли Запахи цветов и весны Даже среди лютой зимы И такие снятся мне сны В них одни, одни только мы Не отдам тебя никому Вызову весь мир на войну А когда с победой вернусь Волоси твои окунусь Просто подари мне один только взгляд И волшебный свой поцелуй подари И я сразу сказочно стану богат Богат, чем все принцы и все короли Просто подари мне один только взгляд И волшебный свой поцелуй подари И я сразу сказочно стану богат Богат, чем все принцы и все короли Подари И я с вами подари Подари Просто подари Просто подари И я сразу сказочно стану богат, Богаче, чем все принцы и все короли. Просто подари мне один только взгляд, И я сразу сказочно стану богат, Богаче, чем все принцы и все короли. Просто подари мне просто подари мне. И я сразу сказочно стану богат, Богаче, чем все принцы и все короли. Абсолютно. Автор музыки и слов. Филипп, уходи, большая программа. Спасибо. Филипп Киркоров Ради таких слов не сильнее, что 30 лет пахать на сцене Спасибо Несколько лет назад был конкурс Пытались найти лучшую песню за 30 лет И в финал вышли три песни А победила песня, которая называется «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова» Режиссер Альберт Мокротычан и Леонид Попов Автор музыки Александр Зацепин Автор слов Леонид Дербенев Эта картина такая романтическая картина В тяжелейших условиях снимавшаяся Снимался там Даль, снимался там Дворжецкий Песню пел Даль сначала, но потом как-то худсовет решил, что ее должен петь другой человек Она досталась Олегу Ануфриуму, тогда очень популярному актеру кино и певцу И она стала для него на долгие годы визитной карточкой Эта песня Есть только миг На этой картине было много всяких смешных историй, разных Одна из смешных историй, как там массовка, там был обед Накрыт стол, было гуляние Кстати, там в массовке снимался Борис Грызлов Между прочим, будущий спикер Думы Подрабатывал деньги студентом будучи Значит, а не знаю, с ним было это или нет Но там была как бы икра, но икра была сделана Вообще икру делают у нас из дроби Берется картечь, такая икра большая, белужья И помельче, если осетровая Это смазывают все маслом машинным, чтобы, не дай бог, так сказать, никто не съел И на моих глазах это было в один из массовки Увидев это дело, пока никого не было в перерыве Хватанул ложкой этой дроби, запломбировал себе все зубы Больше этого не делал никогда А в этой картине была каша, которая была просто покрашена Только у одного человека, у Дворжецкого, был бутерброд с икрой Он его растягивал на 8 дублей Очень медленно его ел, потому что больше исходящего реквизита не было Там еще была одна смешная история У меня была художник по костюмам Алина Бутникова Это очень смешная история Но вы знаете, когда человек говорит фу-фу-фу, чтобы не сглазить и стучит по дереву Три недели ждали погоды То дождь, то снег, то заката нету, то то А там сложная съемка, чучело какого-то оленя белого Он должен плыть по реке на плоту Потом водолазы должны его закручивать Он должен тонуть Сложнейшая съемка, которая готовилась месяц и три недели ждали Наконец, все есть И погода, и олени, и водолазы Мотор начали, снимают Оператор смотрит в камеру, говорит Ой, хорошо, ой, красиво Ой, красиво, не зря ждали Ой, красиво И ассистент оператора говорит Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сгладили И постучал три раза по аккумулятору деревянному И камера встала На этом его карьера закончилась А эту песню, которая стала Вообще, вы знаете, это тоже очень важная штука Бывает так, что не помнят картины А песню помнят Потому что песня в результате становится не образом картины А образом жизни, образом времени И она передается из уста в уста Вспомните сегодня, какой нежностью Мы вспоминаем там темную ночь Все песни, которые написаны сердцем Все песни, которые написаны словами Без которых нельзя было жить И эти песни остаются на долгие-долгие годы Эта песня стала действительным хитом И сегодня я очень рад, что эту песню Исполнит хозяин этого мероприятия Замечательный композитор Человек-слова Настоящий мужик в самом хорошем смысле этого доброго слова Народный артист России Игорь Крутой Встречайте Игорь Яковлевич Иди сюда Игорь Крутой Есть только миг Александр Зацепин Леонид Гербенев Игорь Крутой Призрачно все В этом мире бушующее Есть только миг За него и держись Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Вечный покой Сердце вряд ли обрадует Вечный покой Для седых пирамид А для звезды Что сорвалось и падает Есть только миг Ослепительный миг А для звезды Что сорвалось и падает Есть только миг Ослепительный миг Пусть этот мир Вдаль летит сквозь столетия Но не всегда По дороге мне с ним Чем дорожу Чем рискую На свете я Мигом одним Только мигом один Субтитры создавал DimaTorzok 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 Называется жизнь Жизнь Игорь Негода Игорь Крутой Есть только миг Александр Зацепин Леонид Гербенев Игорь Крутой Звезда 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 Что такое звезда Вот многие думают что звезда это кого на улице только узнают или там в сериале снялась или снялся и звезда нет звезда это не узнаваемость просто звезда это это крест тяжелый это образ жизни не в лимузине дело а образ жизни звезда это поразительное сочетание всего того что есть в человеке от рождения и всего того что он накапливал в своей профессии в этом году исполняется 80 лет со дня выпуска картины цирк Григория Александрова где главную роль сыграла потрясающая женщина и актриса Любовь Орлова потрясающая я знал ее и знал Александрова я был маленьким они дружили с моими родителями и приезжали к нам и меня тогда потрясло абсолютно что муж и жена называют друг другу на вы и вот эта дистанция которая была между ними она была такая поразительная это было откуда то из какого то совсем далекого века откуда то на вы муж женой на вы как и вот что такое женщина вы только вдумайтесь вот моя мама тоже была в этом смысле великая женщина она умирала совсем совсем была плохая и она меня попросила приехать в больницу я приехал к ней она не открывала глаз она провела у меня по щеке по моей рукой потом взяла мою руку и провела у себя по подбородку где росли вот такие бывают два-три волоска которые она выдергивала всю жизнь и она говорила она мне сказала умирающий человек она мне сказала ты бритый а я нет она думала об этом она уходя думала о том как она выглядит и это не накрашенные ресницы и это не губы нет это ощущение себя в неглиже я никогда не видел ее непричесанной в жизни никогда не потому что она накрасилась с утра нет это называлось быть ухоженной любовь Орлова уже тяжело больная когда к ней приходил Александров она не подпускала его близко к себе она понимала что она выглядит не так как должна выглядеть любовь Орлова в глазах любого человека в том числе и мужа за два часа до их встречи приходил оператор осветители и ей ставили свет и он разговаривал с ней на расстоянии в шести-семи метров они говорили друг с другом она не подпускала его к себе но она была в том свете в каком она хотела чтобы он видел ее всегда и никогда не видел ее другой это великая женщина и в этой картине она сыграла замечательную роль и спела две колыбельных одну вы знаете помните она в конце фильма когда на разных языках эта колыбельная претерпела масса изменений там Михойл спел на идише потом когда его расстреляли этот эпизод вынули его из картины потом опять вставляли и так далее а есть замечательная колыбельная спи мой мальчик с музыкой на мой взгляд великого композитора для кино Исаака Дунаевского кстати говоря песня широка страна моя родная была практически гимном страны на многие годы и эта песня это это колыбельная она вошла в историю она вошла в обиход спил мой мальчик а я очень хочу чтобы вы сейчас послушали интерпретацию этой песни тоже как бы семейный дуэт традиция это мариям мирабова ее супруг армен мирабов дунаевский слова лебед слова лебедева кумача спи мой мальчик встречайте пожалуйста мариям и армен и армин народ а добрый вечер Спи, мой мальчик Сладко, сладко Спи, мой птенчик Спи, малыш Спят игрушки, спят лошадки Только ты один не спишь Месяц уж не раз глядел в окошечко Скоро ли уснёт моя крошечка Спи, мой мальчик Спи, мой зайчик О, бою, бою, бай-бай Месяц ходит высоко Спрячу слёзы глубоко В этот синий-синий свет Где ни слёз, ни горя нет Сердце хочет улететь От бед Ходит месяц высоко Спрячу слёзы глубоко Если мне достать рукой Ваш серебряный покой Месяц очень высоко Спи, мой мальчик Субтитры создавал DimaTorzok 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 И был приглашен Высоцкий, чтобы он написал песни, хотя Высоцкий никогда не был в жизни в горах И была проблема в том, она заключалась, что как ухватить этот дух, а это особый дух альпинистов, кто здесь есть из тех, кто когда-нибудь был в горах Это совершенно особая каста людей, они особенные люди И однажды вечером, хотя Высоцкий, повторяю, никогда не был в горах Однажды вечером с Леонидом Елисеевым, он был консультантом фильма, альпинистом, они сидели, выпивали и Елисеев рассказал историю, как они поднимались на Эльбрус Из-за ошибки одного из своих товарищей, их было шесть человек, пять сильно потравмировались, поразбивались, но остались живы, но была серьезная проблема А один остался без страховки лежать на леднике, просто вцепившись пальцами в нас И тогда Елисеев, превознемогая боль, поднялся на какой-то выступ и сумел по рации вызвать помощь Этот рассказ так Высоцкого поразил и так его внутренне тронул, что он за одну ночь написал песню Песня о друге, которую знают все Причем интересная штука, вот как перетекают произведения художественные, такое как песня, в другие, совершенно не имеющие к этому фильму отношения картины В моей картине без свидетелей Ульянов насвистывает эту песню, я даже не забыл об этом, что это было Это как-то возникло у него, а там в «Ну погоди, волк» свистит эту песню Насколько попавшее однажды в сознание людей произведение начинает возникать то там, то здесь и продолжает жить с совершенно других интерпретаций Эту песню сегодня споет замечательный поэт, композитор, личность, который практически никогда не поет чужих песен Но ради этого случая, и любя, и уважая Высоцкого, он согласился ее спеть И я прошу вас его встретить Александр Розенбаум «Если друг оказался вдруг» Песня о друге Автор музыки и слов Владимир Высоцкий Александр Розенбаум Если друг оказался вдруг И не друг, и не враг, а так Если сразу не разберешь Плох он или хорош Парня в городе не рискни Не бросай одного его Пусть он в связке в одной с тобой Там поймешь, кто такой Если парень в горах не ах Если сразу раскис и вниз Шаг ступил на ледник И сник Оступился и в крик Значит, рядом с тобой чужой Ты его не брони Гони Вверх таких не берут И тут Про таких не поют Значит, рядом с тобой чужой Ты его не брони Гони Вверх таких не берут И тут Про таких не поют Если ж он не скулил Не ныл Пусть он хмур был и зол Но шел А когда ты упал Со скал Он стонал Но держал Если шел за тобой Как в бой На вершине стоял Хмельной Значит, как на себя самого Положись на него Если шел за тобой Как в бой На вершине стоял Хмельной Значит, как на себя самого Положись на него Александр Розенбаум Владимир Высоцкий Спасибо вам большое Песня о друге Спасибо вам огромное Режиссер фильма Станислав Говорухин Вечная память и благодарность Владимира Семеновича Спасибо вам Браво Режиссер Матвеев Снимал картину Судьба В этом году Исполняется 40 лет Этому фильму Он сам играл В этом фильме Он был режиссером Этой картины И он мечтал Чтобы в этой картине Спела Анна Герман Замечательная Певица Которая очень рано Ушла из жизни Меня потрясало Абсолютно Как она поет Этот тембр Эта интонация Уникальная была Ее повторить было невозможно Вот есть такие люди Есть такие певцы Есть такие голоса Меня поражало Что она поет Абсолютно чисто по-русски Чисто То есть это не Это не Легкий акцент Это она На чистом русском языке Пела Совершенно выговаривая Все слова Ей послали Композитор Птичкин Послал ей Эту песню Эти ноты Слова были написаны Робертом Рождественским И все боялись Что она Из-за занятости Все понимали Что она болеет У нее были и гастроли В общем она плохо себя чувствовала Но Через какое-то время Пришла короткая телеграмма Где было написано Присылай Тональность Ромерор Присылайте Я вылетаю И она прилетела Она прилетела В этом споспешенствовал К прилету Ее друг Лев Лещенко Который Помог Так сказать И убедил ее С другой стороны Что наверное Было бы правильно Эту песню спеть Но и ей песня Мне это понравилось Она приехала в Москву Температура 40 У нее Абсолютно больная Она приехала На Мосфильм И оркестр Как замер От того Как она выглядела Не могу себе представить Как она сейчас Может спеть Она просила Петь без репетиции Дирижер сказал Ну вообще Потом понял Что не надо спорить Она разулась Босиком прошла В кабиночку Где обычно Находятся солисты Чтобы не смешиваться Звуком с оркестром И спела Эту песню Во время дубля Расстрогавшиеся Музыканты Девушки На скрипках Киксанули Немножко Получился Кикс такой Который В общем-то Зрителям И слушателям Не очень заметен Но для музыкантов Он ощутим Она сказала Давайте запишем Еще дубль Ворвался В это время В студию Матвеев И сказал Нет Все записано Все Это записано И так песня Это и пошла В картину После этого Вместе с Львом Лещенко Они записали Эту песню И она была Очень популярна И был клип снят Причем Там открою Одну хитрость В этом клипе Так как она Очень высокого роста Была А Лев Лещенко Тоже парень Не низкого роста Но она Настолько была высока Что для того Чтобы ее Так сказать Как бы Не выделять Таким образом Чтобы это не было Такой диспропорции Их поставили На расстояние Друг от друга И таким образом Они снивелировались В кадре Эта песня Пользовалась Огромной популярностью И тогда И сегодня Я попрошу на сцену Я попрошу на сцену Льва Лещенко И Яну Миликаеву Песня Эхо любить Музыка Евгения Птичкина Слова Роберта Рождественского Встречайте, пожалуйста Аплодисменты Музыка 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 Я знаю С тобой Не расстанемся Мы Мы память Мы память Мы звездная память Друга Мы память Мы память Мы звездная память Друга Мы эхо Мы эхо Мы долгое эхо Друг друга Мы эхо Мы эхо Мы долгое эхо Друг друга Аплодисменты Лев Лещенко Лев Лещенко Яна Миликаева Мы эхо Музыка Птичкина Спасибо Слова Роберта Рождественского Спасибо большое Лев Лещенко А вы знаете Лев, не уходи Не, опять Высокие девушки Достались Вот, но Лев, а ты помнишь Что я у тебя брал автограф Что? Ты помнишь Я у тебя автограф брал Да Это было Я служил на флоте На Дальнем Востоке Популярность этого человека Была сумасшедшая И нас отпустили На воскресенье На концерт В Петропавловске Камчатском И там Сергей Сергеевич Служил в Петропавловске Я служил Да И там был Лещенко И я добился до него И взял у него автограф Я потом где-то его потерял Честно, я скажу Но Прекрати, ты уже был популярным человеком Перестань В великолепном фильме Я шагаю по Москве Слушай Это знал ты и я Там этого никто не знал Уникальный случай Что очень популярный человек Служил в армии Такое было с Элвисом Пресли Кстати говоря Он в 62-м году Служил в Западном Берлине Целый год Он служил на той стороне А я в российских танковых войсках На стороне Советского Союза Бывают такие метаметры Популярность была одинаковая Но кончил он раньше И по-другому Спасибо, спасибо Это уникально Спасибо, Яна Меликаева А, картина Картина Кавказская пленница Или новые приключения Шурика Картина Леонида Гайдая И там песня была Если бы я был султаном Александр Зацепин Написал музыку А Леонид Гербенев Написал слова С этой песней Был казус небольшой Значит Там был такой куплет Разрешит мне жена Каждое по сто Итого триста грамм Это кое-что Но потом на бровях Приходя домой Предстоит мне скандал С каждой женой Ну и А был тогда Первый секретарь союза Гениальный человек Значит Иван Александрович Пырьев Иван Александрович Пырьев Потрясающего Темперамента Человек Который Мы потом Мы все Молодые Так сказать Такие Нигилисты Смеялись над стариками А потом сейчас Пересматривая его Идиота Или Скажем Братья Карамазовы Я видел Как они там работают Актеры Потрясающие Как они играют Достоевского Иван Александрович был человек Такой Так сказать Чудаковатый Прямо скажем И безудержный Например он говорил В моей постели Спят 11 лауреатов У него было 6 сталинских премий А у Ладыниной актрисы Было 5 Поэтому он рассказывал Что в его постели Спят 11 лауреатов А песню эту Он Да вообще Человек потрясающий Он был Одновременно Директор Чтобы вы поняли характер Директором Мосфильма И первым секретарем Союза кинематографистов И театр киноактера Принадлежал Мосфильму А союз Кинематографистов Хотел Чтобы театр киноактера Принадлежал Союзу Я видел такую бумагу Народному артисту Советского Союза Генеральному директору Киностудии Мосфильм Лауреату Государственных премий Ивану Александровичу Пырьеву От первого Секретаря Союза кинематографистов СССР Народного артиста СССР Лауреата Государственных премий СССР Ивана Александровича Пырьева Заявление Убедительно прошу Передать Из ведомства Мосфильма Театра киноактера Ведомство Союза кинематографистов Народный артист Советского Союза Первый секретарь Союза кинематографистов Лауреат Государственных премий Иван Пырьев Отказать Народный артист Советского Союза Это вот такой был человек Короче говоря Тем не менее Значит Вынули этот Алкоголический Куплет И песня Вышла И сейчас Вы ее послушайте В исполнении Ильи Киреева Сергея Крылова И Алексея Воробьева Если бы был Султаном Кавказской пленницей Или новое Приключение Шурика Музыка Зацепина Слова Леонида Дербенева Встречайте Если бы я был султан Я бы имел трех жоп И тройной красотой Был бы окружен Но с другой стороны При таких делах Столько бед и забот Ах, спаси Аллах Не очень плохо иметь Три жены Но очень плохо С другой стороны Не очень плохо Иметь три жены Но очень плохо С другой стороны Субтитры создавал DimaTorzok С другой стороны Тёщи тоже три Как быть нам Султанам Ясность тут нужна Сколько жён В самый раз Три или одна На вопрос Снотарвой Есть ответ простой Если б я Был султан Был бы холостой Неплохо Очень Совсем Мишины Гораздо Лучше С любой Стороны Неплохо Очень Совсем Мишины Гораздо Лучше С любой Стороны Неплохо Очень Совсем Мишины Гораздо Лучше С любой Стороны Неплохо Очень Совсем Мишины Гораздо Лучше С любой Стороны Не очень Плохо Иметь Стрежины Но Очень Плохо С другой Стороны Не Очень Плохо Иметь Стрежины Но Очень Плохо С другой Стороны Спасибо Спасибо Военная Тема Военная Тема И мы Коснемся Картины Которая Называется Брестская Крепость Это Очень Драматическая Картина Это Первые Дни Войны Это Подвиг Защитников Брестской Крепости Она Снята Режиссером Александром Коттом А песню И слова Написал Леонид Агутин Как сам Рассказывает Агутин Когда он Посмотрел 20 минут Материала А до этого Читал Сценарий Он Сел И ночью Начал Писать И когда он К утру Заканчивал Песню Он сам Говорит Что не мог Сдержать Слез Настолько Его Внутренне Это Тронуло Потому что Песня Это Как бы Написано Песня Это Это Последние Минуты До начала Войны 15 минут До начала Войны Это Образ Который Который Увидится Мальчику Который Погибнет Там Это 15 минут До начала Вот этот Представьте Этот рассвет 22 июня Короткая Ночь И вот В этом Рассвете За 15 минут До первой Бомбы Мы слышим Для себя Эту Песню Итак Я попрошу Леонида Агутина Не дай мне Погибнуть Песня Брестская Крепость Ревизор Александр Кот Редактор субтитров Потемнела Синева За рекой Дайте Время И сверчок Запоет Неподвижный Чуть Тревожный Покой Птица Глупая Случайно Вспугнет Слышу Скрипнет Недалече Весло Новый день Немного Раньше Пришел Только Рядышком С тобой Мне Тепло Будет Все у нас Теперь Хорошо Так спокойно Сейчас Ночь Все медлен Не тает Словно Каждый Из нас Что-то Знает Но Не смеет Спугнуть На пороге Слезу Неизбежную Жертву Причастья Не Позволь мне Погибнуть Неверное Счастье Притаялась Синева Что-то Ждет Чуть Подмигивая Всем Кто Не Спит Вдруг Внезапно Счастьем Сердце Сожмет Хоть О чем-то Важном Да Промолчи Вновь Застенчиво Промок Нет Рассвет Притворяясь Дымкой В сером Плаще Здесь Всего Что До Тебя Больше Нет Или Есть Но По-другому Вообще Так Спокойно Сейчас Ночь Все Медлен Не Тает Словно Каждый Из Нас Что-то Знает Но Не Смерет Спугнуть На Пороге Слезу Не Избежную Жертву Причасти Не Не Позволь Мне Погибнуть Не Ведая Счастья Не Позволь Мне Погибнуть Не 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 Счастья в моем к вам большом уважении. Я наблюдаю вас время от времени, когда вы ведете голос, и меня всегда очень радовало и удивляло ваше достоинство и отсутствие какого-то ни было игры с самим собой. И эту песню мог написать достойный человек. Я счастлив. Самое печальное, самое печальное, что перед съемками фильма этого в московских школах и в институтах провели эксперимент. Задали два вопроса. Что такое Брестская крепость и что произошло 22 июня 41 года? На первый вопрос не ответил никто. На второй большинство сказали, что началась Вторая мировая война. Даже не было словосочетания отечественное, великое отечественное. Я очень надеюсь, что вот такие люди, которые сюда выходят, которые пишут такие песни, хоть как-то смогут достучаться до тех, кто хотя бы, может быть, попытался бы понять, что же произошло 22 июня 41 года и что такое Брестская крепость. Спасибо, Леониду, за эту песню. Так, значит, свой сречу жить. Что там только, что там только не было. Во-первых, все трюки делали сами. Снимали в Чечне. Приехали набирать массовку, приходит массовка, говорит, товарищ режиссер, оружие мы из дома будем приносить, или вы свое дадите? Я говорю, вы что все у вас сошли? Только свое дадим. Потом построил массовку 500 человек. На первый, второй рассчитать. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. Первые номера два шага вперед. Бум-бум, два шага вперед. Такой так. Первые номера – это те, кто грабит поезд. Вторые номера – это те, кого грабят. Все кавказцы вышли в первые. Сразу говоришь, хлянусь мамой, чтобы меня грабили никогда в жизни. Там остались только кацапы и хохлы. То есть русские и украинцы остались во втором ряду. В основном женщины. А потом я чуть не угодил под суд. Значит, был такой администратор Шапира, который, значит, набирал массовку, а массовка так оплачивалась. 10 рублей с лошадью, кто приходит сниматься, и 5 рублей, кто, значит, без лошади. И он говорит так, 10 рублей кто с лошадью, 5 без лошади, паспорт. И люди пошли. И паспорт в нем 10 рублей, паспорт в нем 5 рублей, паспорт в нем 10 рублей. И он так собрал с массовки, вместо того, чтобы им заплатить. Для Кавказа это нормальное дело, надо оплатить свою работу. И все в это, значит, у него деньги от людей и еще фонд заработной платы. То есть 100% прибыль просто. Все бы кончилось, может быть, и неплохо, если бы он меня предупредил и поделился. Но он не предупредил, не поделился. И когда картина вышла на экран, меня подали в суд. Потому что, когда я монтировал картину, я кого-то вырезал из нее. Он пишет письмо в суд. Я 10 дней снимал, 100 рублей заплатил. У меня денег, у меня к хену не осталось. Шапиру пришлось уехать в Америку. Не знаю, собирает он с массовки индийской, индейской, деньги или нет. Но я чуть ли за него не угодил. Значит, сейчас мы услышим тему, которая называется «Три товарища». Это тема пронзительная. Это тема такой нежности и пронзительности, что она настолько запала людям в душу, что не бывает дня, чтобы я у кого-нибудь в телефоне услышал. Та-да-да! Вот просто... То есть, значит, значит, она действительно востребована. И сейчас эту тему вы услышите в исполнении одного из лучших трубачей нашей страны, Вадима Элькенгрига, замечательного велончелиста, но и не только, позже скажу, Георга Юфа, и автора музыки, моего стариннейшего друга, собутыльника, любимого моего, гениального композитора Эдуарда Артемьева. Он за роялем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо. КОНЕЦ 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 «Опустила без тебя земля» Это музыка из фильма «Три тополя на плющихе», который сняла Татьяна Лиознова, замечательный режиссер, известнейший по фильму многосерийному «17 мгновений весны». Эту песню в фильме пела Майя Кристалинская и в своей интерпретации пела Доронина. Лиознова обратилась к Пахмутовой с предложением написать песню. Пахмутова отказалась. Тогда Лиознова пригласила ее показать материал. Она посмотрела материал и сказала, «Хорошо, я напишу песню, но только по одной причине – из-за крупного плана Ефремова». Вот это поразительная вещь. Есть актеры, которые прекрасно говорят текст, они его знают, они переживают этот текст, но они не могут существовать в молчании, потому что наполненности той внутренней энергии ее нету, она отсутствует. И тогда актер начинает прикуривать, бормотать, чесаться, делать что-то для того, чтобы скрыть свою пустоту. И только большие актеры имеют возможность и умеют молчать так, что это молчание громче и сильнее любого слова, любого звука, любого крика. Это не многозначительность, и это пауза. Она не дырка, а это умножение напряжения. И вот таким актером, конечно же, был Олег Ефремов. Эту песню тоже постигла довольно сложная судьба, потому что стали говорить, а почему тут экзюперии, при чем тут экзюперии, что у нас мало, что ли, летчик, вон Чкалов есть, чего вы экзюперии-то таскали, у нас что, иностранцы обязательно в песне нужны. Вообще система цензуры иногда доходила до фантастического бреда. Тамара Лисициан, режиссер, сняла картину «Чиполлино», детская сказка «Чиполлино». И там был персонаж, агент 0000001. Это была пародия на агента 007. В Госкино категорически велели вырезать этот персонаж. Почему? Говорят, вы что, не понимаете, что ли? Ну почему? Это сказка. Почему? Ну это «Чиполлино». А при чем тут это? Ну это же не имеет отношения к Джеймсу Бонду. Это агент 0000. Редактор говорит, вы что, не понимаете ничего, что ли? Вы что, не понимаете, что это номер партийного билета Владимира Ильича Ленина? Вот до такого абсурда доходило. И, конечно же, эта песня проходила трудную дорогу, но мне кажется, что именно эта песня относится к тем, которые продолжают долгую жизнь. Мало того, есть люди, которые просто прочли экзюперий «Маленького принца», услышав эту песню, тоже недоумевая, почему там не Чкалов. И это тоже прекрасно. Эту песню поет Лолита. Я сегодня слышал ее на репетиции и должен вам сказать, что это было очень глубоко, очень понимаемо и очень наполненно. Это как раз то самое пение, которое подобно той паузе, которое не броско, но глубоко и истинно. Итак, Лолита. АПЛОДИСМЕНТЫ ОПУСТЕЛО НЕБО ВЕСЬ ТЕБЯ ОПУСТЕЛО НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ОПУСТЕЛО БЕЗ ТЕБЯ ОПУСТЕЛО НЕБО ВЕСЬ ТЕБЯ ПАДАЕТ ЛИСТВА ОПУСТЕЛО НЕБО ВЕСЬ ТЕБЯ ОПУСТЕЛО НЕБО ВЕСЬ ТЕБЯ ОПУСТЕЛО НЕБО ВЕСЬ ТЕБЯ Так же падала листва в садах, и придумать не могла земля. Как прожить и без него, пока он летал, летал, и все звезды ему отдавали свою нежность. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Если можешь, прилетай скорей. Дима Торзок Дима Торзок Спасибо огромное. Спасибо, господи Мэри Поппинс, до свидания Песня называется «Ветер перемен» Вы помните, опять же говоря, про династии Исаак Дунаевский, гениальный абсолютно композитор Практически основоположник музыки в советском кино Его сын Максим Дунаевский, талантливейший человек Написавший огромное количество прекрасной музыки для кино И эта песня тоже стала хитом Это песня из фильма, который снимал Леонид Квенихидзе Фильм пользовался огромным успехом Наташа Андрейченко играла в этом фильме Ее не хотели брать Сначала пробовалась на эту роль Анастасия Вертинская Моя первая жена, между прочим Но ей не понравилась музыка, как сказала Квенихидзе Что, в общем, я сомневаюсь Но, тем не менее, играла Андрейченко Ее предложил сам Дунаевский Она была тогда его женой Но Квенихидзе говорит, что она только что снялась в Сибириаде Большая, крупная, большая русская женщина Короче говоря, он сказал, что если бы она похудела За две недели она потеряла 15 килограмм И прекрасно сыграла в этом фильме Сегодня вы услышите его совершенно, эту историю в новой интерпретации Это новая картина, она называется «Голоса большой страны» Это такая музыкальная картина, их очень мало, к сожалению, делается В этом фильме снимались только молодые голоса, только молодые люди И в этом фильме, который снимал режиссер Таир Мамедов Использована музыка Максима Дунаевского на слова Наума Олева «Ветер перемен» Эту песню будет петь, как и уже у нас была на сцене и пела Марьям Мимерабова и Георгий Юфа Замечательный виолончелист, которого вы видели здесь Встречайте! Марьям Мимерабова и Георгий Юфа А также хор «Новая волна» Академии популярной музыки Игоря Крутого Кружит земля, как в детстве карусель А над землей кружат ветра потерь Ветра потерь, разлук, обид и зла Им нет числа Им нет числа Им нет числа Сквозят из всех щелей В сердца людей Срывая дверь с петель Круша надежды и внушая страх Крушат ветра Крушат ветра Сотни лет И день и ночь вращаются Как путей земля Сотни лет Все ветры возвращаются На круги слоя Но есть на свете Ветер перемен Ветер перемен Он прилетит Прогнав ветра Прогнав ветра Извек Развеет он Когда придет Когда придет Пора Ветра Разлук Сотни лет И день и ночь вращаются На круги слоя На круги слоя На круги слоя Мариан Гералова Беоргий Рюфа И хор Новая волна Академии популярной музыки Игоря Крутого Спасибо, дорогие друзья Вот тут у меня все кончилось У меня больше нет текста Но Я хочу сказать вам, дорогие исполнители И конкурсанты И народные артисты Я вас полтора часа слушал А теперь послушайте вы меня Вы поете на бис А я пою на зло Пожалуйста Бывает все на свете хорошо В чем дело сразу не поймешь А просто летний дождь прошел Нормальный летний дождь Бегнет в толпе знакомое лицо Веселые глаза А в них бежит садовое кольцо А в них блестит садовое кольцо И летняя гроза А я иду, шагаю по Москве И я пройти еще смогу Сороны, дихий океан И тундру, и тайгу Над лодкой белой паруса спущу Пока не знаю с кем А если я Потом загрущу Под снегом я Фианку отыщу И вспомню о Москве Над лодкой белой парус Распущу Пока не знаю с кем А если я Под лодкой грущу Под снегом я Фианку отыщу И вспомню о Москве А если я Я А если я Я Спасибо Я Надеюсь Спасибо Это обычно невесты кидают А вот кто из жюри поймает